Путешествие по Зову Сердца турист из Ненецкого округа посетил автостопом 16 стран. О том, где и как проходил маршрут Александра Мукшицкого, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Александр Мукшицкий начал путешествовать еще в 2017 году. Тогда он работал директором местного ДК в Харивире и, находясь в отпуске, уехал в Европу. Путешествие настолько впечатлило Александра, что он решил уйти с работы и отправиться дальше в путь по странам континента. Александр признается, маршрут не продумывал, ехал по Зову Сердца. Сначала Александр прилетел в Киров и там побыл около полугода. Далее автостопом поехал в Белоруссию, Казахстан, а затем на восток в Азию, Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Малайзию, Индонезию и Монголию. Путешествие длилось полтора года, а в России Александра не было в семь месяцев. Александр Мукшицкий владеет английским языком и в запасе при въезде в любую страну учит несколько слов местного языка. Путешественник уверен, такая подготовка располагает местных жителей, и они охотно идут ему на помощь. Меня часто спрашивают, в какой стране тебе понравилось больше всего. А так сразу я же ответить не могу, потому что я считаю, что в каждой стране есть что-то такое интересное. Просто везде это по-разному. Где-то это море, пляжи, острова, а где-то это горы, садопады, вулканы. Александр пишет статьи о своих путешествиях на сервисе HopeWork, созданном специально для работы с молодыми инвалидами. Своими рассказами он подтверждает, нет ничего невозможного для людей с ограниченными возможностями здоровья. Стран на земле очень много. И еще помимо Европы и Азии есть еще разные континенты, куда хотелось бы съездить. Но конкретно планов нет, потому что я своим планам не доверяю. Это не последнее путешествие. Набравшись сил, Александр собирается покорить новые горизонты. Наталья Кислякова, Телеканал Север.